Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8. В студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Со скоростью света советник президента стал новым премьер-министром. Его кандидатуру выдвинули только вчера вечером, а за ночь были подготовлены и список министров, и программа Кабмина. На почве ссоры с коллегами полиция Благовещенская расследует бойню в одном из колледжей города. Что говорят очевидцы этих страшных событий? Расскажем через несколько минут. В центре села Пересечино сегодня было многолюдно. Люди выстроились в очередь, чтобы проверить уровень сахара в крови. По случаю международного диаболевы с диабетом его проводили бесплатно. Новый день и у Молдовы новое правительство бывший советник главы государства Ион Кику избран премьер-министром. Новый состав Кабмина под управлением Кику в кратчайшие сроки успел принести присягу, познакомиться с коллегами из министерства. А уже завтра состоится первое заседание исполнительного органа, на котором будет присутствовать и президент Игорь Дадон. В ходе сегодняшней официальной церемонии присяги новоизбранный премьер отметил, что программа правления этого правительства основана на рекомендациях главы государства. Корректор Уль recep Moore Торжественно клянусь посвятить все свои силы и способности во имя процветания Республики Молдова. Один за другим, министры клялись действовать на благо страны. Торжественно клянусь посвятить все свои силы и способности во имя процветания Республики Молдова. Соблюдать конституцию и законы страны. Защищать демократию, основные права и свободы человека. Суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Республики Молдова. Члены нового правительства принесли присягу в присутствии президента Игоря Дадона и спикера Зинаиды Гречианой. Глава государства выступил с обращением и напомнил новоизбранным министрам о поддержке, которую этот состав Кабмина получил в парламенте. У вас самая серьезная поддержка, у вас правительство, избранное самым большим количеством голосов. За вами нет никаких политических альянсов, правительство формируется на социально-экономической платформе. Глава государства выступил с напутствиями. Я прошу вас вернуть на улицы патрулей-карабинеров. В кратчайшие сроки прошу пересмотреть проект реформирования правосудия. Новый премьер-министр поблагодарил президента за проявленное доверие. Сегодня Молдова получила правительство технократов, которые обязуются решить главные проблемы. Я хочу поблагодарить президента и парламент за проявленное доверие и оказанную честь. Президент воздержался от общения с журналистами, а новый глава правительства ответил на несколько вопросов. Почему в списке новых министров столько советников президента? В списке самые лучшие специалисты. Это ваш выбор или Игорь Дадон предложил эти кандидатуры? Это команда правительства технократов. Как за одну ночь вы составили новую программу правления? Мы вернемся к этому вопросу. Некоторые министры сегодня успели познакомиться со своими коллегами. Завтра утром состоится первое заседание нового состава правительства. Ожидается, что на нем будет присутствовать президент Игорь Дадон. В новом правительстве технократов, как его называют социалисты, многие министры шестеро. По счету советники главы государства, в том числе и сам новоиспеченный премьер. Лишь один из всех десяти был частью команды Майя Санду. А Минюст и вовсе возглавил юрист ПСРМ. Подробности далее. Ион Кико, премьер-министр. Бывший министр финансов в правительстве Павла Филиппа. Ныне советник президента. Во времена правления ПКРМ был заместителем министра финансов и советником премьер-министра Зинаида Гречаной. Павел Войко, министр внутренних дел. Работал в полиции с 1995 по 2017 годы, когда был назначен советником президента по особым поручениям. В июне этого года был назначен министром обороны в правительстве Майя Санду. Министерство обороны возглавил Виктор Гайчук. Он был советником президента Игоря Дадона в области обороны и национальной безопасности. Стал депутатом по спискам ПСРМ после выборов 24 февраля. Ранее занимал должность министра обороны, был послом, а также представителем Молдовы при НАТО. Министром иностранных дел и евроинтеграции назначен Аурил Чокой. Он был советником президента Игоря Дадона в области внешней политики. Ранее занимал должность посла Молдовы в Германии, Китае и Соединенных Штатах Америки. Виорика Думбревяну стала министром здравоохранения, труда и соцзащиты. Она была советником главы государства в области социального развития. Ранее занимала пост государственного секретаря Министерства здравоохранения. Корнелю Попович сегодняшнего дня будет руководить Министерством образования, культуры и исследований. Бывший советник Игоря Дадона в области образования, культуры и исследований. Также был одним из сторонников идеи главы государства провести референдум по утверждению, наряду с государственным флагом Республики Молдова, знамени Штефана Великого в качестве дополнительного символа республики. Министром юстиции стал Фадей Нагачевский. До сих пор он был юристом ПСРМ и советником председателя парламента Зинаида Гречаны. Вице-министром по реинтеграции назначен Александр Флинке. Ранее он возглавлял бюро по реинтеграции. Анатолий Усатый стал министром экономики и инфраструктуры. Это бывший госсекретарь Министерства экономики в правительстве Павла Филиппа. До назначения на нынешнюю должность был заместителем главы Гагаузской автономии. Ранее он был замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры. Министерством финансов отныне будет руководить Сергей Пушкуца. Был директором государственной налоговой службы в период правления демократов. Ранее возглавлял крупнейшую молокоперерабатывающую компанию в Республике Молдова. И он пержу возглавил Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Это бывший советник президента в агропромышленной области и в области публичного управления. Работал в правительстве коммунистов, возглавляемом Зинаидой Гречаной. Был замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности. В отум доверия новому кабинету министра во главе с Ионом Кику выразили 62 народных избранника. Так, за новое правительство проголосовали депутаты от ПСРМ и ДПМ, а также один независимый парламентарий. Депутаты от блока АКУМ сегодня в знак протеста покинули зал заседания парламента. По их мнению, правительству Кику существовать недолго. 14 ноября 2019 года. Для утверждения правительственной программы и предоставления ВОТУМа доверия, пожалуйста, голосуем. 62 за. Господин премьер-министр, поздравляю. АКУМовцы в голосовании участвовать отказались. Новый кабмин заручился поддержкой социалистов, демократов и одного независимого парламентария. Хотим, чтобы эту коалицию ДПМ-ПСРМ увидели все, люди, с которыми мы боролись за свержение олигархического правительства. И теперь смотрите, все люди Плохотнюка возвращаются к власти. Демократическая партия возрождается. В Молдове происходит реолигархизация. Нас ждет изоляция. Представьте себе, как правительство КИПУ будет улучшать отношения с Украиной или Румынией. Несколько членов нынешнего правительства должны быть не в правительстве, а в тюрьме. Перед голосованием демократы и социалисты в своих выступлениях заявили, что намерены решительно поддержать новое правительство. В ходе обсуждений с фракцией мы получили заверение в том, что социальные проекты ДПМ будут реализованы. С большой гордостью они проголосуют за это правительство и подставят плечо для существования этого Кабмина. Депутаты от партии ШОР от голосования воздержались. Мы воздерживаемся от голосования, потому что считаем досрочные выборы самым правильным решением для страны, чтобы предоставить избирателю право ответить на вопросы, что и как было за последние шесть месяцев. А комовцы обвинили социалистов и демократов в формировании альянса за спиной. На лицо лавстори, каким коротким оказался ваш поиск карманного правительства. Фракция платформы «Да» никогда не поддержит это правительство плохотнюковского происхождения. Парламент собрался сегодня в 10 часов утра. Встречу объявили накануне вечером. Однако проекта о назначении нового Кабинета министров в повестке дня не было. Включила его в самом начале заседания спикер Зинаида Гречанная. У Иона Кику был один час, чтобы убедить парламентские фракции за него проголосовать. Его кандидатуру вчера вечером выдвинул президент Игорь Дадон. Ну а пока Ион Кику представлял программу управления своего Кабинета министров, правительство Майя Санду собралось на последнее заседание. Отстраненная премьера поблагодарила своих коллег за проделанную работу и призвала их не поддаваться соблазну стать частью сомнительных схем. На повестке дня последнего заседания была отставка генсека и двух секретарей Министерства здравоохранения. Сегодня же на тот момент действующий состав Кабинета министров успел одобрить и распределить средства на местном уровне для частичного покрытия расходов на внедрение закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. Кажется, что это последнее заседание. Дорогие коллеги, работать с вами было честью для меня. Вы были и остаетесь прекрасной командой. После принятия отставок госсекретарей, отставное правительство одобрило утверждение проекта распределения 480 миллионов леев местным органам публичной власти для частичного покрытия расходов на внедрение закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. Затем Майя Санду выступила на брифинге. Я желаю, чтобы граждане этой страны оставались уверенными в том, что наша борьба за лучшую жизнь продолжается. Уже бывший премьер-министр обратилась к чиновникам. Проявляйте уважение к гражданам. Правительство сменилось, может быть труднее. Не участвуйте в схемах. Не дайте себя использовать в чьих-то целях или целях партии тех, кто хочет захватить всю власть. Правительство Майя Санду было избрано 5 месяцев назад, 8 июня. Тогда состав Кабинета министров поддержали социалисты и депутаты блока ОКОМ. В начале этой недели парламентарии от ПСРМ и ДПМ одобрили вотум недоверия правительству Санду, отправив его в отставку. Яблоком раздора послужил проект закона, согласно которому Кабмин взял на себя ответственность за отбор кандидатов на пост генерального прокурора. К другим темам. Правоохранители российского Благовещенска расследуют обстоятельства стрельбы, которая произошла в одном из местных колледжей. Накануне там 19-летний студент открыл огонь из охотничьего ружья. Один человек погиб, трое госпитализированы. Сам стрелок покончил с собой. Открыто два уголовных дела, в том числе за необеспечение надлежащей охраны. Вот такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно. По словам очевидцев, свое орудие убийства Даниил, так звали устроившего стрельбу студента, заряжал в туалете. Зайдя в аудиторию со словами «Вы все меня достали», выкинул учителя из кабинета и начал стрелять по другим студентам. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспектора в ДПС. Полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий. В это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В МВД считают, что причиной происшествия мог стать конфликт между учащимися. По сведениям все тех же очевидцев, студент подвергался издевательствам со стороны коллег. Во время стрельбы в здании находились более 150 человек. На месте бойни обнаружены тела двух молодых людей. Одним из погибших оказался юный стрелок. Сообщается, что он покончил с собой. Из того, что мы сейчас имеем, изъяты видеозаписи с камер наблюдения колледжа. Проводится осмотр вместо крышисти. По тем данным, которые мы первоначально получили, стрельба в учебном корпусе в одной аудитории, там, где пострадали двое. Потом переместился в другую аудиторию, где тоже пострадали от его рук еще два стрелка. Пострадавших прооперировали. Состояние одного оценивается как тяжелое. Сами учащиеся колледжа описали стрелявшего как спокойного парня. Возбуждено уголовное дело по статье убийства двух лиц, совершенной из хулиганских побуждений. Второе дело касается ненадлежащей охраны здания. Ранее в Росгвардии сообщали, что охранник, который работал в колледже, не имел соответствующего разрешения. Также, по данным Следственного комитета России, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа. Кроме того, председатель Следственного комитета дал указание проверить в рамках расследования, как организовано в учебном заведении система охраны. Между тем, как стало известно сегодня, задержан сотрудник частной охраны организации, который осуществлял охрану учебного корпуса. Губернатор Амурской области обещал оказать помощь семям погибших и пострадавших. Это не первый случай нападения учащихся на ровесников и педагогов. В прошлом году в России один из самых трагичных произошел в Керчи, когда четверокурсник устроил стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погиб 21 человек. 67 пострадали. Ситуация в Гонконге обостряется. Протестующие четвертый день подряд блокируют работу общественного транспорта в мегаполисе и устраивают стычки с правоохранителями. Накануне власти заявили о 67 пострадавших. Минувшую ночь в больнице поступило еще 19 человек против наиболее ярых манифестантов. Правоохранители применили слезоточивый газ. Сегодня протестующие заблокировали более 20 улиц и дорог, а в метро не работают 15 станций. Тысячи людей вновь не смогли вовремя прибыть на работу. Закрыты детские сады и школы. Этим утром также вновь произошли столкновения между радикально настроенными демонстрантами и полицией. Протестующие несколько дней назад нашли оплот на территории Китайского университета, где изготавливают и складируют вооружения, такие как бутылки с зажигательной смесью, луки, стрелы и катапульты. В полиции отметили, что эта тенденция начала распространяться и на другие университеты города. ВУЗ прекратил работу до конца года. Студенты вновь забаррикадировались там сегодня, готовясь к новым столкновениям с полицией. Другие ВУЗы также приостановили обучение. Активисты через интернет призывают сторонников полностью парализовать общественную жизнь Гонконга в рабочие дни, чтобы тем самым усилить давление на городскую администрацию. Массовые протесты продолжаются в Гонконге уже около пяти месяцев. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, который позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений. В связи с протестами принятие этих поправок было отложно, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, обведения в административном районе системы прямых выборов руководства. Поспешили срубить деревья на месте очередной стройки, чем вызвали негодование местных жителей. В столичном секторе Чикана назревает нешуточный скандал на территории одной из строительных площадок. Местные жители говорят, что немало потрудили, чтобы озеленить участок, пока рабочие безжалостно погубили деревья и кустарники всего за одну ночь. На место инцидента прибыл экипаж полиции. Пока никаких комментариев от руководства строительной фирмы не поступало, виновникам жестокой выходки грозит штраф за незаконную вырубку деревьев. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Так сегодня выглядит участок, где совсем недавно росли деревья и кустарники. Местные жители говорят, что буквально потеряли дар речи от увиденного. Ночью срубили деревья. Что они хотят здесь построить? Подъездную дорогу. Мы посадили, а они вырубили. Один за другим. Куда выйдут дети? Прямиком в машину? И детскую площадку все себе заберут. Ее уже передвигали. Люди во всем винят работников ближайшей стройки, но строители разводят руками. Не знаем, кто срубил. Кто в этом виноват? Понятия не имею. А как зовут вашего директора? Не знаю. Я первый день здесь работаю. По мнению жителей близлежащих домов, строительная фирма незаконно возвела пристройку. Нам сказали, что будет только с этой стороны, а этот подъезд построили без разрешения. Вы намерены обратиться в примарию? Конечно, мы будем отстаивать свои права. Пока никто из представителей компании-застройщика не выступил с ответной реакцией. Как нам пояснили в Государственном экологическом инспекторате, виновные в незаконной вырубке деревьев понесут наказание в виде штрафа, который зависит от количества и вида срубленных деревьев. Штраф может достигать 15 тысяч леев. Диабет подкрадывается незаметно и атакует беспощадно. За последние 10 лет в Молдове количество пациентов, страдающих от этого коварного недуга, удвоилось. На сегодняшний день, по официальным данным, в стране 120 тысяч человек борются с сахарным диабетом. Как говорят сами пациенты, лечение бьет по карману. Чтобы правильно питаться и каждый день следить за уровнем сахара в крови, нужны немалые деньги. По случаю международного дня борьбы с диабетом, жители села Пересечино могли бесплатно измерить уровень глюкозы в крови. Поначалу я подумала, что это шутка, что все еще может наладиться. Но потом я оказалась в ситуации, когда мне не удавалось отрегулировать уровень сахара. Были осложнения на зрение. Три года назад жизнь Елены перевернулась. Врачи поставили опасный диагноз – сахарный диабет. Из-за осложнений Елене пришлось прооперировать глаза. Огромную роль играет питание. Тянет съесть что-то жирное. Хочется шкварок, например. Поросковья тоже борется с высоким сахаром. Она инсулинозависимая. По несколько раз в день приходится проверять уровень глюкозы. Мне кажется, что увеличивается с каждым днем. Меня это пугает. Голова болит. Я переживаю. Давление повышается. Вот только что измерила. 13,5. Лечение обходится недешево, говорят пациенты. Многие сожалеют, что вовремя не обратились к врачу. Все, что нужно, это съесть фрукт, что-то полезное, может быть, грушу. Ну откуда их взять? Цены 25 лев за килограмм. На что покупать? Пенсия мизерная, нам не хватает. Как говорят специалисты, в группе риска – люди с повышенным артериальным давлением и лишним весом. Стоит отметить, что предрасположенность к диабету передается по наследству. По случаю Всемирного дня борьбы с этим недугом, жители села Пересечино могли бесплатно измерить уровень глюкозы в крови. Давление скачет. Посмотрим, какой будет результат. В пределах нормы? Да, я так обрадовалась. По словам медиков, чтобы предотвратить заболевания и развитие опасных осложнений, необходимо прислушиваться к своему организму. Ощущение жажды, сильный голод, потеря массы тела, чрезмерная усталость. Некоторые сигналы со стороны нервной системы – это мигрени, тошнота. По данным Минздрава, каждый 30-й житель нашей страны страдает от сахарного диабета. Участились и случаи заболевания в раннем возрасте. В прошлом году зарегистрировали 457 детей, в этом году 500. Им обеспечивают ланцеты и по 5 тестов в день для измерения сахара. За один год число диабетиков увеличилось на 15 тысяч человек. Каждый 90-й случай с летальным исходом. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Ну а больше новостей на нашем сайте ru.tv8.md. Ну а если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала и не забывайте, ваша информация может стать нашей новостью. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин